Мы маршалом отца, готовимся к очередному маршруту. В начале чай, все, что к нему положено, первое препятствие ворота, растворенный европейский пейзаж. В Евронии находятся могилы праотцов. В Торе написано, что Авраам это дело купил за деньги. Напрописано в Торе порядком, что являют еврейские купленные забавки. Арабы это не отрицают, только они говорят, что Авраам был не только нашим праотцом, но и их ним тоже. Написано хитро, что это вроде бы Ицхак, а сам говорит, не Ицхак, Исмаил, Исмаил. И вот если правильно прочитать, то вот это сразу можно запределить. Ну они, видно, правильно прочитали. Картина отличается от пустынной, где мы в прошлый раз не проходили. Здесь все зеленое. Прохождение очередных ворот. Студентка здесь. Кстати, не обозначен на карте. Такое красивое дерево не мог проходить мимо. Подъемчик очень не слабенький. По той дороге подняться как? Охренеть наверху хорошо. Везде хорошо. Вон, в горку которая ведет. Кому-то еще холодно. Надо на граните смотровать. Я посмотрел. Ехать надо туда. Вы по этой дороге возвращаетесь. Илюха, снимаешь? Сейчас мы находимся на координате такой-то. Их, Вася. Привет. Какой-то нахер. Пока в нем нет воды, но видимо дождей было недостаточно. Нет, в Нью-Йорке тоже 20 градусов. Пошли, пошли. Поехали. Игорь, намного сейчас будет. Много не надо, нам достаточно одной. Мин тут видимо-невидимо. Вдали уже территория, зеленая черта. Это одна из зерабских деревень. Я надеюсь, снайперы сейчас спят там в деревне? В выходной. Да, в выходной. Будем надеяться. Наверху находятся старо заброшенные деревни и пещеры. И мы идем к ним. Пойдем посмотрим, там очень красиво. Мы там чай пили в прошлый раз. Это колодец с водой, видимо. Это у них погреб был. А вот здесь не жарко даже летом. Вот такое тут интересное место. Ну-ка, ну-ка, куда идти? Осторожно, стой! Да, вижу, вижу. Ну-ка, знаешь, что это глубина? Ну-ка, догадываюсь. Прям целое здание внутри. К сожалению, тут снять, видимо, не получится. Конечно, контролируем. Ну давай, дергай. Можно вставить. Впереди Римская дорога. Сейчас по ней поедем. Говорят, что мы идем в нужном направлении. Вот она, эта Римская дорога. Но в отличие от того, как она была построена на Голландах, Она менее качественная развлась, поэтому по ней ездить сейчас невозможно. Камней для постройки этой дороги в круге было слабо достаточно. Проблем со строительным материалом не было. Конечно, камней поуменьшилось. Но еще кое-что осталось. Можно построить тут еще несколько десятков таких дорог. У нас привал. Ну, ты нашел место для чайника. Вот это прямо древняя печка. Не хватает свитки Торы. Да, да, да. Я рад, что он понравился. Какой-то абориген, наверное, там чайничек кипятил. Илёха зажал свое венцо. Берите сыр. Кому еще чай, разливаю чай. Игорь, твоя чашка где? Жалуйте. Твоя здоровья. Отличная получается. Детская горочка. Горочка, на самом деле, не детская. Я еще не понял, корова это или бык. Надеюсь на лучшее. Ну, начинается ворота. Только разогнали. Закрой. Закрой ехали. Скоро с тридцать. Тридцать. Опа. Тридцать. А там. Тридцать. Похоже. Могила Шейха Али, мы с ним не знакомы, ничуть об этом не жалеем, посмотрим, что здесь внутри, скромненькая могилка. Прогулка по чудесному, красивому лесу. Спас два с половиной километра до финиша, по сути маршрут завершён. Вспоминаем теорию съезда скрытых горок, пока работает. Опа! Ай-яй-яй! Все нормально? Да, немного руку поранилось, оно всё нормально. Игорь, а где вы ездите? Разъезжаем из леса. Разъездили субмашины, мешают, блин, велосипедисты. В горочку они нас, с горочки мы их. Так вот и живём. Остался нам какой-то километр. Две минуты работы. Машина на месте, значит, есть шанс попасть домой. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok